Сан-Бенедикто. Еще один остров архипелага Ревилья-Хихеда, где осуществляются самые смелые мечты ныряльщиков. Тихоокеанские скаты Манта. Похожие на привидения, с размахом крыльев до 7 метров они могут достигать веса полторы тонны. Скаты используют остров как станцию очистки. Здесь рыбы-ангелы счищают с их тел паразитов. А еще они бывают заинтригованы появлением людей и часто подплывают на расстояние вытянутой руки. Скаты играют с пузырьками воздуха, выходящими из аквалангов. И бывает, что они следуют за ныряльщиками до лодок, будто стараясь продлить игру. Как и у всех скатов, у скатов Манта грудные плавники развились в огромные крылья, на которых они парят в океанских течениях. Однако, в отличие от своих родственников, скаты Манта кормятся не на дне. Для питания они используют скопление планктона по всей толще воды. Скаты используют свой пещеристый род, чтобы, фильтруя воду, питаться мелкими существами, обитающими в ней. Вот почему их заинтересованность ныряльщиками не является следствием голода или желания прикосновения. И чтобы уберечь скатов, людям запрещено идти на физический контакт с ними. Но что именно привлекает внимание скатов Манта и заставляет их выполнять грациозную акробатику, остается загадкой. Реморы, или прилипаловые, которые держатся за тело ската, выглядят как ракеты на корпусе боевого самолета. Они едут как на попутке, но крылья ската достаточно сильны, чтобы поднять с десяток лишних пассажиров. Как и у многих рыб, нижняя часть скатов Манта бледная, а верхняя темная. Эта маскировка называется контрастной. Она позволяет оставаться незамеченными на фоне освещенной поверхности воды, если смотреть на рыб снизу. И если смотреть сверху, маскирует их на фоне темных глубин океана. Среди скатов Манта встречаются вариации окраски. А те, у кого нет такой маскировки, как, например, у этого черного гиганта, выживают и без нее. Видимо, благодаря своему огромному размеру. Что касается зрителей из числа людей, то визуальный контакт создает у них чувство единения с созданием, которое воплощает в себе красоту и величие океана. Чувство единения с этим загадочным миром, секреты которого мы, возможно, никогда не раскроем. Это один из тех моментов взаимного любопытства с одним из самых загадочных обитателей океана. И он способен дать силы человеческому духу для полета. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!